Так вот, чтобы было понятно. Сейчас мы пойдем туда, где вы все прослезитесь. Мы пойдем на мою кухню. Пойдемте вместе со мной. Все мне, по сути, говорят, Алексей, почему ты ездишь везде и всюду за границу? Я объясню, почему. Потому что у меня рак. Четвертая стадия. Глиобластома. Естественно, в России я бы не получил нужного образования. И лечения в том числе. Я прекрасно понимаю. Я не против россиян, понимаете? Я не против нашей медицины. Я прекрасно понимаю, что те специалисты, которые сейчас уже уходят, это последние специалисты нашего тысячелетия, похоже. Но вопрос возникает следующий. Как мы живем? То есть, вот когда я учился, а я получал образование, когда уже страны советской практически не стало, никто и не ходил, и не собирался идти. Точнее, было два человека, которые пошли и начали заниматься медициной. Только один остался, других нет. После меня 25 лет никто в медицину и не ходил. Прекрасно понимаете, да, что денег там больших нету. Так же, как и в педагогике. То есть, мы что сделали? Мы, мягко говоря, прокакали некоторое количество жизни наших. То есть, 25 лет мы просто потеряли. Как вы прекрасно понимаете, я езжу в те страны, где медицина суперовская. Вопрос номер один. Могу ли я ехать в те вещи, где это очень дорого? Нет, конечно, я не могу. Я такой же человек, как и вы. Денег у меня не так уж и много в действительности. Но у меня везде и везде друзья. То есть, мне показали, как можно лечить рак. Ну, пункт номер один. Я съездил в Турцию, там я пропил химию. Пункт номер два. Я поехал в Индию, там переговорил. Мне сказали, продолжительность моей болячки, сколько я проживу? 2-4 года. То есть, я сейчас проживаю 4-й год. Будем надеяться, что проживу. Пункт номер три. Я поехал сразу же в Китай. В Китае мне объяснили, как лечиться, как бороться с раком. К сожалению, я ничего там не сделал такого, потому что я же не апитерапевт. Я узнал, куда мне вот, допустим, рак мозга вот сюда ставить. В любом случае, вы все можете посмотреть в YouTube, естественно. То есть, я также туда выкладываю. Смотрите внимательно. Би поздно. Или укусы пчел против борьбы с раком. Найдете. Не проблема. Это ваши проблемы, не мои проблемы. Теперь следующий вариант. Я поеду немножко в другое место. Посмотрю, как там лечит рак. Теперь вариант номер два. Как можно и грамотно питаться. Объясню. Самый простой вариант, это есть, ну, красные штучки. То есть, что такое красная штука? Красная штука, это, естественно, все, что растет летом. Красного цвета. Это оптимальный вариант. Другой вариант. Вот, есть такая штука, так называется. Магнитогорский заметь. Ой, а фонарей. Даже не представляете. Вот у меня супруга вырастила. Очень вкусная. Очень вкусная. Кушайте арбузы. И будете жить долго. Ммм. Вы даже не представляете, насколько это вкусно. Вы даже себе это не представляете. Это настоящий магнитогорский арбуз. Но, к сожалению, это у нас не растет постоянно. Во! Я честно сказал. Зимой, что будет хуже. Есть другая штука. Красные клубники, это летом, а зимой это брусники. И, сейчас вспомню. Ну, короче, то, что доктор прописал. Это все у нас продается. Брусника мне очень-очень нравится. Ее надо обрабатывать с сахаром. Еще раз объясняю. Вы можете есть сахар в небольшом количестве. Гораздо хуже для рака это жиры. Поэтому я стараюсь не сильно есть жирное. Хотя, извините, все-таки мне хочется это дело есть. И свинина это то, что доктор прописал. Теперь самый другой и самый главный вопрос. Сейчас я вам объясню, что это такое. Вот что это такое? Это хрен. Что это такое? Это чеснок. Почему у меня рука? Потому что у меня уже от этого хреновина и рука начинает поджигаться. То бишь, у нас и оптимальный вариант, как мы будем жить дальше. То есть, я вам объяснил, что должно быть в России. Вопрос номер два. Что должно быть еще? Горнатовый сок. Весьма дорогое удовольствие. Это реально то, что лечит ваш рак. Свекла тоже должна быть. Свекольный салат, помните? Свекла вместе с огурцом и туда еще добавляет чеснока. Вот это та самая штука. Вот это вы тоже можете есть. Мне абсолютно без разницы, что вам так дальше скажут. Вы просто скажете людям, типа того, что этот, вы знаете, честно говоря, есть хочется и жить тоже хочется. Потому что у меня есть сын, и вот для него я все живу. Но самое главное, самое главное, оптимальный вариант это еще и лимоны. Если все это дело собрать, то извините, сумма будет такая, что вы ничего сделать не сможете. Другой вариант, и гарантирую всем, занимайтесь сельским хозяйством. Как я этим делом занимаюсь? К сожалению, в таком количестве хрена пока у меня нет. Но я, естественно, его посажу, и чтобы это росло. Вопрос, наверное, другой. То бишь, если мы делаем хреновую закуску, как мы ее делаем? То есть это количество хрена, и на это же количество хрена мы выбираем количество чеснока. Один-один. Ничего сложного нет. Другой вопрос. Вот это самое интересное. Как этот хрен переработать? Самое забавное, что вы включаете с бабушкиной мясорубкой. Другая, любая мясорубка, которая у вас есть, она не подойдет. Представляете? Ее так-то сломать, если что, очень сложно, да? А вам надо все это дело перекрутить. То есть берем бабушкину мясорубку. Эта мясорубка старше чем я. 68-го года. Я 73-го. Ну, почти 50 лет ей, если что. И начинаем работать. Почему такой, типа, жена сказала, срач? Другого варианта нету. То есть вы прекрасно понимаете, да? Что вот так вот придется вам все это дело и крутить. Как вы должны понять. У вас должна быть очень мощная правая рука. У меня она сверхмощная, потому что, извините, этой рукой я еще и камеры держу. То есть понять-то надо. Так вот. Если у вас нету этой дивной мясорубки, то, по сути, ничего не получится. А теперь подумайте. Эта штука продается, да? Сможет ли обыкновенная бабушка все-таки это перекрутить? Не думаю, что это отможет. То есть это будете делать вы, господа мои. Или мужчина. Потому что... Вы представляете, да? Все дергается. Потому что другого варианта-то и нету. Да. Это будет кошмар. Но, извините, вы же хотите жить. И понимать, что сраком выпадаетесь. Да, некоторая часть из вас возьмет мои укусы пчел. Они работают. Вопросов нет. Но некоторая часть ваша не сможет этих пчел дать, чтобы эти пчелы вас кусали. Есть другой вариант. Эта штука называется подмор. Он также настаивается. И также яд есть. Только вы его потихонечку через желудочек принимаете. Если у вас какие-то проблемы, то вот подмором лечитесь. Но и тот вариант, который я вам сказал. То есть мы начинаем питаться грамотно и использовать для дела. Питание грамотно. Вот примерно так это все и будет. То есть я на сегодняшний день перед этим делом изготовил полтора килограмма хрена. Конечно, я его ем. Я безумно люблю острое. И для того, чтобы мы нормально жили, для того, чтобы я нормально питался, хренятин должно быть много. В связи с тем, что я уже супруге объяснил, насколько это вкусно, она тоже не против было бы это покушать. Теперь объясняю, почему рука здесь. Не, и такая она должна быть. Сразу говорю. Если левша, то на правую руку надевайте. Вот. Некоторая часть хрена не ломается там. Понимаете? Но в другом, в любом случае, когда вы ее вот так вот обрабатываете, да? Вот так вот она разбирается, да? Ну, почти то же самое. Только не туда, а сюда. И аккуратненько вот так вы перетаскиваете. Я первоначально не стал брать. Не брал перчатку. О, это была жесть. Представляете, как кожа лопается, не лопается. Она такая серьезная жжение. Так вот, когда вы все это сделаете, еще раз говорю. Килограмм хрена на килограмм чеснока. Все это дело замешиваете. И потом добавляете помидоры, естественно. Помидоры добавляете в том смысле, в котором вы хотели бы все это дело покушать. Если вы не можете все это ядреное, добавляете больше, больше, больше помидоров. Потом разливаете в гараж и все остальное. И живите спокойно. И будем надеяться, что благодаря не нашему искусству, и благодаря нашему труду, мы так пободаемся с раком, что он рано или поздно уйдет от нас. Вот так вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова